В сети появился 30-секундный ролик анимационной картины Миньона Грювитация. В нем показали молодого Грю, мечтающего сотрясти планету своими гадкими делами. Он создает разнообразные устройства и отправляется на конкурс в надежде стать известным злодеем. На своем пути юный герой встречает миньонов, которые впоследствии станут его помощниками. Миньоны Грювитация выйдет на большие экраны 1 июля этого года. В эфире киноафиша ТВК и мы начинаем. Кстати, звезда фильма «Сплит» Джеймс МакВойт тайно женился на своей подруге, ассистенции режиссера Лиззи Либерати. В интервью изданию «Гардиан» артист рассказал, что у них с возлюбленной была тайная свадьба. Правда, о деталях церемонии он умолчал. Известно лишь то, что после события с Джеймс переехал в Филадельфию, родной город Лизы. Ну а теперь, что нового катают в кино на этой неделе. Новинка под названием «Смерть на Ниле». На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного прохода, следующего вдоль по Нилу. Нейтан Дрейк и Виктор Салли Сальван, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана. Ну а в главных ролях Том Холланд, а также Антонио Бандерас. Ну а еще есть первый встречный. Тут Дженнифер Лопес в главной роли блистает. Поп-дива Кэт Авальдес и ее жених Бастиан. Самая обсуждаемая пара года. Миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым, на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт. И принимает самое безумное решение – выйти замуж за него. Первый встречный на экранах страны. «Помогите, я уменьшил своих друзей!» Это название следующей картины. В школе имени Отто Леонардо появилась новенькая ученица Мелани. Милая, веселая, хотя и немного наивная. Девушка сразу приглянулась Феликсу к большому раздражению Эллы и их компании. Им кажется, что именно Мелани причастна к мелким кражам, которые участили в школе после ее появления. Но когда из-за них почти срывается свидание Феликса и Мелани, это становится последней каплей, и подросток решает проучить друзей, уменьшив их в 10 раз. И после исчезновения Мелани вместе с магическим шариком героем становится не до шуточек. Неужели она действительно замешана во всем этом? Помогите, я уменьшил своих друзей! Короче, я женюсь. Нет, не я, а герой новой киноленты. Костя по имени. Он решил жениться. Он сообщает об этом двум лучшим друзьям. Но есть один неловкий момент. Они оба раньше встречались с его невестой. Италия, Франция и США тоже приглашают на премьеру книжный в Париже. Винченце посвящает все свое время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертини. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией, мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял, и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни. Ну а Universal Pictures опубликовал первый тизер-трейлер драматического фильма Михаила Лакшина-Воланд, основанного на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Действие картины происходит в Москве в 1930-х годах. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Его спектакль снимают с показом, а коллеги отворачиваются. Единственной поддержкой автора остается возлюбленная Маргарита. Она помогает ему начать работу над новым романом, главным героем которого становится «Воланд», премьера «Воланда», намечена на 1 января 2023 года. Я надеюсь, добрую память Булгакова мы не потревожили, и у киношников обязательно все получится. Лента зайдет зрителю и действительно впечатлит. Ну а пока мы прощаемся, увидимся уже на следующей неделе. Всем удачи, до встречи и смотрите Афишу ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова